Коронавирус, мифы и реальность. Где же эта тонкая грань проходит? Прямо сейчас и узнаем. Поговорим с нашим гостем. И это утро вместе с нами встречает Николай Деркаевич, заместитель министра здравоохранения Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Итак, все-таки в последнее время появляется много фейковых вбросов от людей. Они говорят о том, что не имеют никакой подоплеки. И скажите все-таки, чего нужно остерегаться, а с чем все-таки не стоит, на что не стоит тратить свое время, внимание? Начнем с того, что этот год, сейчас вот такой период, в принципе, как и предыдущие, все предыдущие годы, этот год ничем не отличается. Это период, в который наблюдается повышенная заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог у нас, в общем, по Крыму не превышен, но по некоторым регионам он приближается уже к превышению. Поэтому, в принципе, ничего такого сверхъестественного нет. Соблюдать обычные меры профилактики ОРВИ, обычные меры предосторожности при появлении в людных местах, укреплять иммунитет, дезинфицировать руки вовремя, мыть руки чаще. И, в принципе, ничего особенного здесь нет. Этот год не отличается ничем от предыдущих лет. Что касается коронавируса, то хочу всех заверить, что на сегодняшний день у нас в Крыму его нет абсолютно. У нас порядка 120 человек под наблюдением находятся на карантине. Но это не значит, что они больны. Ни у одного человека, анализ берется трехкратно, первые, третьи, десятые сутки. Ни у одного человека нет этого заболевания. Поэтому на данный момент в Крыму по коронавирусу обстановка абсолютно спокойная. Да, потому что очень много информации о том, что ты слышишь вечно где-то краем уха, что вот здесь шесть человек у нас, здесь один, два, что это скрывают. В общем, все нормально, да? Абсолютно. И скрывать здесь абсолютно незачем и нечего. Этот ресурс можно просмотреть все онлайн. Вот Яндекс, допустим, запустил онлайн-карту распространения коронавируса. Каждый может зайти на сайт и сам отследить в реальном времени, как это происходит. На самом деле эта ситуация серьезная. Мы к ней подходим очень серьезно. И вот у нас 17 марта объявлена повышенная готовность всех медорганизаций, всего Крыма для предотвращения распространения коронавируса на территории Республики Крым. Поэтому мы ко всему готовы. Мы стараемся это все предотвратить. И мы надеемся, что у нас будет намного лучше, чем в других регионах. Как мы вообще готовимся? Мы закупаем какие-то медикаменты? Либо что мы делаем? У нас есть неснижаемый запас медикаментов, противовирусных препаратов, ДЭС-средств. Мы обеспечиваем этим всем медорганизацией наши, аптечную сеть Крымфармация, нашу государственную. В режиме повышенной готовности у нас работает и скорая помощь, и наши медорганизации. Во всех медорганизациях введен масочный режим. Посещение больных запрещено, кроме каких-то форс-мажорных обстоятельств. И в общем и целом, мы готовы. У нас сегодняшний день начинает работать штаб в Республике Крым, председатель главы Республики Крым, Сергей Валерьевич Аксенова, штаб по предотвращению возникновения коронавирусной инфекции на территории Республики Крым. Поэтому любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Поэтому мы готовы, мы, скажем так, работаем над этим, боремся. Но я думаю, что вот эта паника излишняя, которая создается сейчас на всех уровнях абсолютно, начиная от обычных обывателей и иногда даже до чиновников. Вот это вот в интернет-пространстве то, что создается. Непонятные какие-то публикации идут на Ютубе, в мессенджерах, в телеграм-каналах. На школьные чаты, да? Конечно, да-да-да. Ну вот это вот просто паника. Такая же паника, которая была при предыдущих эпидемиях, китайской пневмонии, свиного гриппа и так далее. И то же самое было перед 2012-м, когда все ожидали конец света. Ну, слава богу, все, что было ранее, нас не убило и даже, скажем так, не принесло каких-то значительных ухудшений. Поэтому, а если брать конкретно коронавирус, то смертность от него порядка 3% всего лишь. Это гораздо ниже, чем от других эпидемий и гораздо ниже, чем от осложнения обычного гриппа. От обычного гриппа, банального, от осложнений 10-15% смертность бывает. Поэтому здесь... Николай Николаевич, в продолжении темы хотел спросить. Вот в сети и в интернете сейчас появляется много видео, которые сняты в магазинах, в продуктовых, в супермаркетах. Люди вот сметают туалетную бумагу просто... Это уже даже не шутка. Но вот эти туалетные бумаги, гречка с сахаром мешками... Да. Есть ли смысл в этих действиях? В этих действиях абсолютно нет смысла. Ну, вот я вообще не понимаю, зачем туалетная бумага для профилактики лечения коронавируса? Это абсолютно как бы не кишечная инфекция, поэтому здесь, я думаю, запасаться ей не стоит. А то, что человеческий фактор, я же говорю, перед тем же концом света в 2012 году все скупали там свечки, спички, керосин и так далее. Соответственно, здесь обычный человеческий фактор, обычная истерия, которая подогревается всеми социальными сетями. Когда мы, допустим, лет 20 назад у нас не было такого распространения соцсетей, не было у нас, скажем так, такой доступности информации, это все было гораздо проще, то есть люди как-то меньше реагировали. А сейчас все друг друга в социальных сетях подогревают, все скидывают какие-то видео, какие-то там видео со стран Европы, где абсолютно пустые полки, длиннючие очереди и так далее. Почему-то все опасаются, что это будет у нас, и начинают повторять те же ошибки. Естественно, будет дефицит. Так же, как дефицит масок, так же будет дефицит гречки, туалетной бумаги и всего остального, потому что просто ни один поставщик не может справиться с тем объемом, который люди скупают. Николай Николаевич, спасибо вам огромное за то, что помогли нам расставить точки над «и». Но нашим дорогим телезрителям напоминаем, что сегодня это утро вместе с нами встречал Николай Деркач, заместитель министра здравоохранения Республики Крым.